Как чувствуют себя зимы и все ли готовы к весеннеполевым работам? Это и не только обсуждали на первом в этом году профильном совещании. Основной вопрос – сохранение темпа урожайности. Напомним, в прошлом году вместе с зимыми аграрии собрали больше 2 миллионов тонн зерна. Благодаря этому Ульяновская область заняла первое место в России по темпам прироста урожайности. В этом году ориентир – 3 миллиона тонн зерна. Мы осенью зашли с минимальным количеством влаги при посеве озимых культур, что сейчас очень важно. Это, во-первых, провести работу по снегоздержанию и в рамках агротехнических мероприятий, буквально по итогу весны. Хотя синоптики говорят, что весна будет ранее и сход снега будет достаточно большими темпами. Для нас это не очень хорошо. Но, тем не менее, мы понимаем, какую определенную работу необходимо аграриям проводить, для того, чтобы в период вегетации подкормить растения, они чувствовали себя более комфортно. Перепады температуры и обильные снегопады, тем не менее, не сильно ударили по будущему урожаю. Высота снежного покрова на полях региона в среднем составляет 37 сантиметров. Под урожай засеяно 318 тысяч гектаров. Гибель растений не наблюдается. Мы должны зависеть не столько от погоды, сколько от агротехнологий, сколько от вдумчивого распоряжения тем, что нам дал Бог, дала природа, что у нас с вами сегодня есть. Эксперты говорят, что в настоящее время при подготовке к весенним работам на финансовую устойчивость сельхозпредприятия будет оказывать целый ряд негативных факторов. Губернатор отметил, 2021 станет не самым приятным для фермеров. Эксперты прогнозируют рост цен на промышленную продукцию, импортные товары и снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. Эти факторы необходимо учитывать в работе. На поддержку реального сектора экономики в бюджете заложено 4,5 миллиардов рублей.